Американцы нас выручили со своими санкциями. Мы думаем, что мы плохо живем из-за американских санкций. Мы плохо живем из-за того, что у нас свои беды существуют. Ну, во-первых, нами руководят профнепригодные люди. Наше правительство профнепригодно. Ну как, Министерство просвещения не учителя. Министерство здравоохранения не врачи. Собрались все не профнепригодные люди. Руководит ими наш премьер-министр, который ничего не понимает в хозяйстве. Ничего. Он гвоздя, видимо, в жизни не забил, потому что забить айпадом гвоздь невозможно. Они руководят сельским хозяйством люди, не отличающие по ботвери диску от морковки. Как они могут этим заниматься? Это вообще действительно такая серьезная беда. Вот эта профнепригодность нашего, а премьер-министр трогательный, он мне так нравится. Вот я без него даже не знаю, как бы не так весело мне жить было. Он так ходит. Как будто его на вертикаль власти насадили. Гордый-гордый, ничего не понимает, ни в чем. Зато сделал селфи в лифте. Я угораю. Ему больше не о чем думать. Отселфил себя и выложил в инстаграме. Ой, я понимаю, образованные люди есть, а не знаю, что такое селфи. Объясняю. Это фотоанонизм. Это крайняя степень тупости и одиночества. Молодые люди от одиночества любят делать селфи. Я их понимаю, потому что им нечем жить, у них нет интереса в жизни. И кто им вот объяснит, что существует закон, а существует кон. Кон. То, что было до закона. Закон придумали люди, а кон от Бога дал. Отсюда слова икона. Испокон веков. На кону. То есть, когда люди еще знали кон. Утром рассвет. Кон. Это простой кон. Это все знают. Но есть кон другой, который забыт. Например, если человек встает поздно днем, а не утром, у него падает иммунитет. Врачи этого не знают сегодняшние менеджеры. Большинство молодых людей, вы замечали? Они встают поздно. Там в два часа дня встанут. Родителям говорят, доброе утро. И с утра до вечера что делают? Чихают. Они такие дрыхчих глоты. Думают, простудились. Нет. Вставать надо рано. Кто рано встает, ему Бог подает. А они думают, кто рано встает, тот всех достает. Вот потеря кона делает людей несчастными. Если ты хочешь, чтобы быть счастливым, надо знать кон. А хоть, чтобы не посадили закон. Закон не делает человека счастливым. Кон сохранился в русских словах. Поэтому я часто об этом и говорю. Во всех языках он есть, безусловно. Но я как человек русский, я через русский язык вывожу. Счастье. Очень простое слово. Соучастие. Соучаствуй в жизни другого, ты будешь счастливым. Богатый от слова «бол», а не от слова «деньги». От слова «богатый» это с Богом связано. А тот, у кого денег много, тот не богатый, тот деньгогреб, газосос, нефтесос. Там другие слова нужны совершенно. Соучаствуй в жизни другого. Это так легко. Но это все, к сожалению, забыто. Почему я люблю наш язык? Отрицательный отход от троицы. Троицы есть в любой религии. Только по-разному называется. Целую. Это в целое мужчина и женщина соединяется. Кон заложен в языки народа. В английском языке «кона» не существует. Это более информационно. В западных языках есть свои плюсы. Они более информационные. Наши более образные, более природные. Нам друг друга не понять с ними. Как вот, например, мы когда заглядываем в комнату и никого нет, я это повторю еще раз, мы говорим «не души, душа». Вот что главное. Они заглядывают и говорят «неободы», «боди» нет, «туловища» нет. Для них человек уже туловище. Для нас богатое слово Бог. Для них «фочун» — это богатство, наследство и судьба. То есть получил наследство, стал богат, судьба сложилась. Ох, как по языку можно понять психологию. А у нас судьба — это суд Бога. Вот разница. Вот почему молодежь, наверное, ходит ко мне на встречу, что их цепляет это все. Я только хочу возбудить интерес к этому. Естественно, я не могу все рассказать, что существует. Интересно, что когда кто-то из наших людей провинится, он говорит «надо искупить вину». Искупить вину выражение. А у них заплатить за содеянное. Как точно? Когда Крым сделали, вернули Россию, американцы говорят, русские должны заплатить за это. То есть отбашлял и все. И нет проблем, получается. У нас другой язык. Он природный, он менее информационный, безусловно. Например, у них точный язык. Самолет приземлился. У нас самолет сел. Куда он сел? У него нет ног. Мы понимаем душой, сердцем наш язык. Они только точны. Энумерация вагона начинается с хвоста поезда. Где у тебя хвост поезда? Вы можете это американцу тупому объяснить? Никогда в жизни. И так мало кто обращает на это внимание. Но у них котел испортился. Точняк все у нас. Котел полетел. Куда он полетел? Ну, мы это чувствуем, наш язык. Да, мы другие. Поэтому друг друга понять не можем. Вот как объяснить какому-нибудь тупому американцу? Если я не скажу, что он тупой, вы зря пришли. И что русские бабы, наши бабы заходят в море. В море. И в море в волну берутся за руки. И в море поют. Баба сияла горох. Они в море. Потом радостно. Ухох. Обвалился потолок. Не связуха полная. Все мимо. Потолок, горох, море. Но радостно. И это с детства. Считалочки детские. Вышел месяц из тумана. Вынул ножик из кармана. Откуда у месяца карман с ножиком? Да, вот мы так воспринимаем. Конь не валялся. Почему он должен валяться? С какой стати? Не в зуб ногой? Почему? За что? Значит, если ты что-то знаешь, ты в зуб ногой, получается. Ой, вот сплошь образы такие. Это образное мышление. Это другое. Это природное мышление. А не их язык лучше для торговли, для войны, для технических текстов. Наш вообще. Вот, чтобы ничего не делать, мечтать, вспоминать. Это лучше наш язык. Женщина, девушка говорит, я уже неделю сижу на морковке. А тебе не больно? Нормально? Да потом на картошку сяду. Вот это все, да? Ой, что-то хотел вам сказать. Бедные... А, тоже. Дуй в магазин. Вы скажите французу дуть в магазин. Он сядет напротив магазина и будет дуть в него. А немец чуть не развелся с нашей девахой, когда та ему сказала, я сегодня спала без задних ног. У тебя еще и задние есть. Вот, а их язык... Обедненно точный. Вот бы я выразился. Вот так. Поэтому действительно нам... Кто молодежи об этом расскажет? Она бедная сегодня. Не знает, как ей стать счастливыми. Потому что маячков нет. А есть один маячок. Не отрывайтесь от природы. Интернет оторвал. У вас, молодые люди, от природы интернет должен быть в любом доме. Это инструмент. Молоток, пила, интернет. В наше время была логарифмическая линейка. Но мы в ней не ночевали. В ней не скапливался йогурт с крошками от булочек. От печенья. Да, интернет должен... Но они считают, молодые люди, что кто быстрее кнопки нажимает, тот круче. И на айфоне может работать обезьяна. Потому что там картинки есть. Это не круто. Этим должен владеть как. Просто должен и все. Но они же бедолаги туда не все. Есть молодые люди, воспитанные родителями, интеллигентными. Они, конечно, другие. Но отрыв от природы произошел очень серьезно у них. И без природы человек не может быть счастливым. Многие из них грибы не умеют собирать. Умеют, но в гугле. Ягоды отличают по оберткам орбита. Они не умеют. Большинство с вами в шахматы играть. В настольный теннис. Когда они играют на пляжах волейбол, ощущение, что пьяные хомячки лапками машут. Это же дистрофия. Они только кнопки. И вид у них несчастный. У нашего поколения улыбок больше. Сидим в ресторане после концерта в городе Владимире. Наша группа постарше. И музыканты молодые сидят напротив стола. Мы выпили веселые анекдоты. Эти сидят, молчат. Принесли салат, а они фоткают. Идиоты. И пересылают друг друга. У кого хребетка хребеет. А говорить они не могут, потому что они не умеют говорить. Они не могут пересказать фильм. Тут так... Вот это он Гамлета пересказал. Там фильм. Растет поколение в общем, в массе своей, конечно, к сожалению, дебилов. И действительно, они... Они ж... Вот родители в Греции. Акрополь. Экскурсия. Родители с утра подали грека водителя. Напоили. Уже полный порядок. Веселые. Между ними дети. Злые, злые. И все в кнопки уткнулись. Такие кнопкотыки. Бедные. Ничего в природе не знают. Мальчишка маме увидел козу. Говорит. Мама, смотри, какая смешная собака с рогами. В зоопарке водил друзей, приезжих из Риги, в Московский зоопарк. Девушка говорит парню. А где бегемоты? Парень говорит. Да перед тобой. Она говорит. Ты что, читать не умеешь? Это гиппопотамы. На уроке учительница мне прислала. Восьмой класс. Ученица написала. Если при нырянии зацепился за корягу, нужно быстро ампутировать под водой ногу. Перевязать ее и выбраться на поверхность. Голливудские фильмы. Они воспитаны попсой и голливудским фильмами. Голливудские фильмы. Нельзя воспри... Это не жизнь. Нельзя в жизни ударить человека шпалой по голове, чтобы у него два зуба только выпало. Нельзя догнать катеру, ходящий с наркотиками в море, на велосипеде по набережной. Субтитры сделал DimaTorzok.